Звонит, хотел бы, вот меня переключили с вашей горячей линии, я уже оформил в марте предзаказ на автомобиль Skoda Karoq, примерно ориентировочной стоимости 1.830.000, и он уже там скоро поступит. Хотел узнать у вас, чтобы вы мне разъяснили порядок оформления кредита с нулевой, вот с ставкой 0.1%, с вариантом первая опция это оформление страхования жизни, и второй без страхования жизни, когда это с повышенным процентом. Вот порядок, как это все происходит, ну вкратце так, ну ту информацию может быть, которая там четко не прописана на сайте, что вы можете дополнительно мне сказать. Вас интересует именно, какая процессная ставка имеется на автомобиле, или то есть непосредственно как происходит подписание? Да, потому что ставку-то я рассчитал, там мне все прислал себе на почту, там все этот график платежей, это все понятно. Вот, меня интересует сам процесс, как вот это выстроено процедурно, как это все происходит, не совсем понятно. Какой именно процесс? Ну вот этого выдачи, оформления кредита, что там, какие действия там. Хорошо, то есть вы заказали автомобиль? Да. Да, в автосалоне уже? Да, да. Хорошо, если вы уже заказали, то далее, то есть если вы планируете приобрести автомобиль в кредит, подаются документы на рассмотрение заявки. То есть на приобретение автомобиля и за счет кредитных средств. Все актуальные программы кредитования, как вы правильно заметили, находятся на нашем сайте в свободном доступе. Рассмотрение возможно по полному пакету документов, либо по двум документам, если первоначальный взнос, более 20% отстанности автомобиля. Соответственно, два документа это паспорт, второй документ может быть на выбор, водительское удостоверение, загранпаспорт, НИЛС, ЕЛИ, ННС. Соответственно, если полный пакет, то добавляется справка дохода и трудовая книжка, заверенная работодателем. Далее, соответственно, банк рассматривает и принимает решение. Если положительное, то можно приобретать автомобиль в кредит. Вот, это очень полезная информация, мне сообщили. То есть, скорее всего, вот эти два дополнительных документа могут понизить, да, в ряде случаев эту ставку, да? Последние два документа. Не совсем поняла. То есть, смотрите, если я предоставляю там паспорт и права, это там может быть одна ставка. А если я дополнительно еще пришлю вам заверенную работодателем... То есть, количество документов не влияет на процентную ставку по кредитному договору. А, ну, только влияет... То есть, если вы начали, да, но снижение 20% рассмотрения под полным документом невозможно. То есть, тогда требуется полный пакет. Все, я понял, я вас на сегодня уже. То есть, и даже на вероятность выдачи кредита оно тоже не влияет, да? Что именно не влияет? Ну, вот то, что, допустим, если паспорт и права, то это 100% там кредит выдается, да, или как? И там уже справка там ни на что не влияет. Или как раз просматривает банк. То есть, можем мы вам предоставить кредит. Если положительное решение, то да, конечно. Хорошо. Ну, ладно, я на всякий случай тогда еще закажу эту справку и заверенную копию трудовой. Это спасибо, что сказали. Так, теперь еще какой-то вопрос был. Соответственно, вот с этими документами я обращаюсь к вашему представителю, или там какой-то кредитный менеджер, да, или какой-то там кредитный специалист. Так происходит все это? Да, в автосталоне есть президентно-страховое отдел, здесь представитель Volkswagen Bank, соответственно. И к нему можно обратиться для дополнения, как раз, этих документов для подачи и рассмотрения в Volkswagen Bank. Понятно. Вот это вот рассмотрение там заявки и принятие решения, оно как происходит? Только в рабочие дни, либо как вот именно принятие решения? То есть, если я, допустим, прихожу в пятницу в 7 часов вечера, то мне тут же как бы могут одобрить этот, ну, реально? Или нужно там ждать понедельник, потому что работают там, я не знаю, у вас менеджеры с 9 до 6. Как это происходит? Рассматривается в заявке в течение 4 часов рабочих. А, 4 рабочих? В зависимости от того, когда вы будете обращаться, то есть, заранее уточнить также режим работы сотрудников, которые находятся в автосалоне, соответственно, за сколько они работают и могут принять документы, а далее, соответственно, уже рассматривается кредитно-страховым отделом. А, я понял. То есть, допустим, это в режиме рабочего времени именно сотрудников в автосалоне, да, это вот вы говорите рабочее время, либо каких-нибудь сотрудников в вашем центральном офисе, там, 4 часа. Рассматривается заявка с сотрудниками нашего банка, но если сотрудников в автосалоне уже не будет, то есть вы также не сможете... А, ну, подать, подать-то заявку, да. То есть, допустим, если я прихожу до 5 часов вечера, да, вот, допустим, сегодня, то мне уже сегодня, просто мне нужно в другой город ехать, то мне уже сегодня эту там могут заявку одобрить, да? Или как? Могут, но это не точно. Но это не точно, понятно. Потому, когда поступят документы, конечно. Понятно, я понял. Я понял. То есть, если я прихожу в субботу, то это в любом случае где-то там в понедельник, в первой половине дня, там, так? Может, да, в понедельник, в первой половине дня. Соответственно, да. Если кредит одобрен, то дальше сразу автоматически перечисляются средства на счет, указанный, да, там, вот, в этом обращении, да, или как это происходит? Нет, если принимается положительное решение, значит, вы можете оформить кредитный договор на основании данного. А, то есть, я понял. То есть, он уже будет в наличии в автосалоне, а в таком случае оформляется кредитный договор. Понятно. А, допустим, если я подам заявку завтра в субботу, а там автомобиль приедет, там, через неделю, да, или там будет готов к выдаче, там, не знаю, там, доп. оборудование, может, поставить, еще что-нибудь. То есть, сколько действует вот это вот одобрение и условия по этому одобрению? Какой срок? В течение месяца. А, в течение месяца. Угу. Да. А они автоматически, то есть, имеет ли смысл, допустим, я там, допустим, сейчас оформляю, а вы, там, не знаю, 1 июня повышаете ставки. Ну, например, Центробанк поднял ставки на этот самый, и вы, естественно, разумно увеличиваете. Вот мой кредит будет пересчитан на процентная ставка, либо он будет, как бы, заморожен, это будет только для новых клиентов, которые с 1 июня обратились. Как это работает? В данном случае у нас все акции, которые на данный момент действительно, они не фиксируются в течение месяца. То есть, приблизительно до 31-го, то есть, можно оформить кредитный договор по тем условиям, которые, соответственно, умают. А. Все, я понял. То есть, по сути, это на месяц, это просто действует согласие в отношении меня, как, ну, как бы, лица, который может получить кредит. Все, я понял информацию, то есть, особого смысла спешить там и что-то там фиксировать условия. Нет, поэтому, что они в любой момент пересматриваются. Все, это я понял. Вот, так, соответственно, мне тогда менеджер считает вот эти вот ставки, там все, в принципе, у меня информации не осталось. А обычно, после того, как кредитный договор, в течение какого срока там по этому договору перечисляются средства? Если оформлено уже кредитный договор, то перевод денежных средств происходит на следующий рабочий день после подписания. То есть, если вы оформляете, например, в пятницу кредитный договор, то следующая дата, это будет понедельник, то есть, следующий рабочий день. Ага. Понятно. То есть, дилер их увидит, у тебя на счету на следующий рабочий день. Так, и, соответственно, там условием вот этого перевода этих средств является то, что я тоже, как бы, свои средства внести должен. Потому что я там буду вносить их наличными и, ну, не хочу с собой суммы большие вводить. И, допустим, я буду их там каждые пять дней по 300 тысяч, допустим, начиная там с пятницы. И у меня на момент, когда вы там будете деньги перечислять, может быть, не все свои платежи в кассу физически донесу. Это не будет препятствовать вашему перечислению? Хорошо, давайте я поясню. То есть, как оформляется кредитный договор? Кредитный договор оформляется на основании тех документов, которые предоставляются в автосалон. То есть, первоначально в автосалоне оформляется договор купли-продажи автомобиля, ваше желание или с тем центром приобрести данный автомобиль. На основании данного договора вносится первоначальный взрос на покупку данного автомобиля. Данная сумма вносится непосредственно не в банк, а в автосалон. Соответственно, для того, чтобы был оформлен кредитный договор, к нам должны будут поступить документы для подготовки кредитного договора. Договор купли-продажи автомобиля, первоначальный взнос, то есть подтверждение оплаты первоначального взноса или гарантийное письмо о том, что данная сумма автосалонам уже принята. Соответственно, счет на оплату, то есть на ту сумму, которая будет оформлена кредитная договора, то есть недостающую вам для покупки автомобиля, когда банк будет переводить денежные средства. Все эти документы подготавливают сотрудники, которые как раз находятся в автосалоне, то есть, естественно, ни вами, ни клиентам. Соответственно, поле сказка, который также оформляется на данный автомобиль. Это обязательный документ для выдачи вот этого автокредита, полис сказка, да? Да. А вот этот полис сказка, у вас есть какие-нибудь к требованию от какой страховой компании? Есть у вас какой-то перечень этих страховых компаний? Где с ним можно ознакомиться? Нет, перечень страховых компаний у нас нет. У нас есть документ, который называется требование к оформлению полиса сказка, то есть на новое автомобиль или далее на продление. А он на сайте есть у вас? Да, конечно, мы на сайте в свободном доступе, в часто задаваемых вопросах или требования при оформлении кредитного договора. Понятно. Соответственно, по страхованию также указана и оплата данного полиса сказка, то есть чек, либо непосредственно счет на оплату данной услуги, также если вы включаете данную сумму в тело кредита. А также, если вы какие-то планируете дополнительные услуги, то есть непосредственно веб-страхование, страхование жизни и здоровья, которые влияют на процентную ставку по кредиту, помощь на дороге, либо юридическое сопровождение, дополнительное оборудование. Если вы планируете включать данную сумму в тело кредита, также все эти документы направляются в банк, и на основании этих документов готовится кредитный договор. А что происходит, если я расторгаю или изменяю срок действия договора КАСКО? А что значит расторгаете договор КАСКО? Не совсем понимаю. Ну, не нужен, допустим. Или там продаю автомобиль, или как там, что там происходит. Хорошо, давайте поясним. То есть пока не закрыт кредитный договор, полис КАСКО это обязательное условие, то есть без полиса КАСКО кредитные договора не заключаются. То есть расторгнуть полис КАСКО, как Вы говорите, Вы можете, если Вы полностью погасите свои кредитные обязательства. Если Вы это делаете на момент непосредственно пользования кредитными средствами, то это нарушение условий кредитного договора. И, соответственно, допустим, я, допустим, в договоре КАСКО, я, соответственно, если им не может пользоваться, допустим, моя жена, ну, управлять этим автомобилем тоже не может, да, по этому полису КАСКО. Он вписывается в данный полис человек, который будет управлять автомобилем также. А, должен вписываться. Но он может позже быть вписан, да, или должен быть сразу вписан. Как вам будет удобно. То есть здесь нет, как бы, он просто... Хорошо, в принципе, наверное... Главное, чтобы данный автомобиль был застрахован. Все, я понял, да. То есть, например, если будет управлять автомобилем третье лицо, соответственно, то тогда данный человек должен быть вписан в полис КАСКО. Я понял. Еще два вопроса. Если я, допустим, хочу досрочно погашать кредит, то какая схема выгоднее с страхованием жизни в начале периода страхования, либо повышенная процентная ставка по договору, но без страхования жизни и здоровья? Хорошо. А в чем вопрос стоит? Как раз если оформляется страхование жизни и здоровья, минимальные могут быть процентные ставки? Если не оформляется, то увеличивается... Да, просто оно же оформляется, это страхование жизни и здоровья, допустим, на год. Вот. А я там погашу кредит за полгода. Соответственно, вот те деньги, которые платил на годовое страхование, они как бы, ну, полгода сгорят. Может быть, не имеет смысла. Почему они сгорят? Даже если вы кредитные договоры погашаете, то есть по данному договору страхуется жизнь и здоровье заемщика. То есть данный полис не сгорает, и если с вами происходит какое-то страховое событие, если вы являетесь заемщиком, то страховая в таком случае возмещает данную сумму. А, то есть этот договор, договор в мою пользу страхование жизни и здоровья, а не в вашу, да, получается он? Что значит? Ну, получателем, получателем при страховом случае вот этих денег по договору страхования жизни и здоровья являетесь вы, как, ну, предоставивший мне кредит, либо я получаю. Как там должно быть? Страхователь, либо наследник. Ага, то есть страхователем являюсь я, то есть потому что я оплачивал. Ага, я понял информацию. Так, и последний вопрос. Есть ли на сайте у вас, или, может быть, вы можете выслать образец типового договора на вот этого кредитного договора, ну, чтобы мне не читать многостраничный текст, вот там в офисе у дилера. В разделе документы. В разделе документы на сайте. А это сайт Skoda Auto, да, или какой-то другой там? Нет, вы сейчас звоните Volkswagen Bank. А, Volkswagen Bank, да, все. А, какой сайт? Сайт Volkswagen Bank. Сайт Volkswagen Bank нужно найти. Хорошо, я там найду, думаю. Спасибо большое за подробную консультацию. Если что, я тогда позвоню вам из автосалона. Спасибо большое, до свидания. Да, конечно. Спасибо. 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 Продолжение следует...